До западной прессы я хочу донести следующее, что в России фондовый рынок находится на уровне местечковой кухни и нарушаются все права инвесторов, которые только можно нарушить и нельзя. Государственные банки, Санкт-Петербургская биржа обкрадывает своих клиентов. Не может так происходить, что вы взяли и перевели мои акции к другому депозитарю. Не имеете права по закону о депозитарной деятельности. Нет, вы не ответьте. Вы закон знаете такой о депозитарной деятельности? Ну, вы же не можете ответить на вопрос, который я задаю. По закону Российской Федерации нельзя этого сделать. Вы не уверенно говорите вещи, и это кажется правильным. Я понимаю вас, да? Я вам пытаюсь уже несколько раз донести. Позиция следующая, что банк вам ответил, как официально, так и мы в наших комментариях, в рамках наших полномочий отвечаем, что мы действовали в рамках решения регулятора. Вы говорите, закон или регулятор выше. Дальше это уже вне контекста этой встречи. Это не встреча с банком. Банк, ну, как минимум, должен компенсировать средства, которые он украл, да, и возместить издержки, которые понесли клиенты банка ВТВ. Санкт-Петербург. 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 Банк, на� в значок, были не торговые дни? Извините, пожалуйста, у меня все ходы записаны. Торговые дни. Третья. Торговые дни. У каждого из нас, практически у клиентов, есть запись разговоров с вашими менеджерами, которые всылались на технические причины. На данный момент операция невозможна. У нас все ходы записаны. 24 февраля банк попал под санкции, он в принципе воспользовавшись активами клиентов своих, он их тупо продал, закрыл какие-то финансовые дыры, был создан виртуальный счет, переведены фиктивные активы и включилась сказка про то, что нас заблокировал Евроклир. Мы, клиенты ВТБ, торговали иностранными ценами бумагами, которые покупались на Санкт-Петербургской бирже, они покупались за доллары и никогда не учитывались в НРД. После того, как люди стали разбираться в этой ситуации, появилась другая сказка о том, что нас заблокировали на уровне СПБ биржи. Ну, в общем, здесь в принципе преступная схема по разрешению ЦБ, банк ВТБ, воспользовавшись активами клиентов, решил свои собственные финансовые проблемы. В этом также принимал участие наш драгоценный заяц господин Гоженов. И до сих пор получилось нормальное такое ограбление населения государственным банком. Сейчас мы пытаемся во всей этой ситуации разобраться. В суд мы идти не можем. Банк ВТБ в открытую говорит о том, что в суде вы ничего не выиграете, потому что нам не дают документов, потому что в суде надо апеллировать документами, которых нам банк ВТБ не дает. Мы также обращались в Следственный комитет. И с Следственным комитетом мы получили отписку. Нам предложили обратиться в МВД, прокуратуру и так далее. Мы будем по этой теме тоже работать. В частности, я собираюсь встречаться с адвокатом и будем раскачивать уголовное преступление. Мы считаем, что было совершено уголовное преступление. Наши требования о том, чтобы прибыли специалисты профильные по направлению депозитарной деятельности, юридического направления, банкам игнорируются. Соответственно, на любые вопросы, которые касаются нарушения со стороны банка ВТБ законодательства в рамках отношений с клиентами, ответы со стороны банка однозначны. Идите в суд. При этом суда они не боятся, поскольку данные решения, которые заблокировали акции клиентов, они все были организованы совместно с Центробанком России. И, соответственно, обращение в правоохранительные органы ВТБ не боится. Почему люди не выходят? Мне самой странно, почему люди не выходят. Потому что такое у нас инертное, терпильное население, которое позволяет делать с собой все, что угодно так называемой власти. Люди боятся, не знают, чего боятся. Боятся защищать свои права. Боятся защищать свои права.